В Москве, как всегда, ярко и с успехом прошла международная книжная выставка-ярмарка. В этом году в числе тех, кто представил на ней свое творчество, было Кировчанин. Народное телевидение заглянуло в гости к молодому писателю. Это Николай Чапурин, начинающий писатель, но не новичок, хотя писателем себя еще не очень-то считает. Любителям фэнтези его творчество наверняка придется по вкусу. Землянин волею судьбы попадает на Марс и выясняет, что это не безжизненная, а очень даже населенная планета. Однако водоворот событий втягивает его в проблемы тамошнего общества. Тут-то и начинается все самое фэнтезийное. Именно идея первой книги «Океан ветров» посетила меня где-то в 2007 году. Десятый класс, наверное, это был. Первый черновик был где-то к 2009 году закончен. Тогда это было где-то глав то ли 7, то ли 9, я не помню. В общем, маленькая. Сейчас я ее переписал кардинально, она расширилась в глав 20, по-моему, сейчас. Это первая изданная книга цикла «Наследие Бога войны». На ярмарке презентовал вторую, третья, тоже готова к печати. Идея же писать как таковая родилась еще в младшей школе, когда задали придумать сочинение сказку. Написал такую сказочку о трех марсианах, которые буквально прилетали на нашу планету с целью изучить, что у нас тут происходит, что да как мы тут живем. Получалось так, что они прилетели, встретили мальчика, пообщались с ним, сели в свой корабль и улетели. Главный критик мама, разумеется, не поверила, что за один день можно изучить всю планету. Тогда Николай понял, что сочинением не отделаться, надо писать целую книгу. Кстати, с русским отношения в школе у молодого человека не сказать, чтобы складывались. Но сочинительский пыл это не охладило. У меня вообще, как говорила мама, врожденная безграмотность. И я не могу от руки писать быстро, грамотно и красиво одновременно. Начинаешь что-то хромать. Вспоминаю свои конспекты из университета, а там, когда начнешь готовиться к экзамену, там как насокращаешь. К счастью для писателя, главная идея – словарный запас, легкий слог и мастерство, которое оттачивается годами. Есть и еще один момент, который может заставить сдаться, но это не про Николая. Даже не знаю, что сложнее – написать книгу или потом ее пристроить. Потому что издательский мир – это тоже бизнес. И несмотря на то, что все ведущие российские издатели нуждаются в новых авторах, никто не хочет просто так рисковать своими деньгами. Потому что если одно дело, когда ты известный и раскрученный Сергей Лукьяненко, там, Мария Семенова, Виктор Пелевин или Валентин Пикуль, ну, имя на слуху, тогда да, у них, мне кажется, даже черновик купят, где они написали одно слово. Конечно, Николай очень любит читать и лучше, если это обычная книга, когда перелистываешь страницу за страницей. В его букинистическом рационе не только фантастика, а свои идеи молодой кировский писатель черпает в том числе и из реальной жизни. Я когда в книжном магазине работал, к нам пришла такая женщина, наверное, где-то лет за 40, пришла такая с серьезным видом и говорит, а дайте что-нибудь новенькое из «Агаты Кристи» почитать. Вот. Я с трудом подавил смешок, стою, корчу серьезную мину и говорю, что, знаете, она ушла из большой литературы, уже не пишет так это давненько, покупательница сарказма моего не поняла, сказал, очень жаль, и ушла. Вот. И вот примерно вот этот фрагмент я тоже там в книге описываю. На книжной ярмарке в столице Николай представил вторую изданную книгу цикла «Наследие Бога войны» и теперь мечтает увидеть в печати третью, как он говорит, самую странную книгу цикла.